Уже 6 лет эти дети не понаслышке знают о волшебстве. Его малышам дарит Алтайское отделение клуба Добряков. Цель фонда – помощь несовершеннолетним с особенностями здоровья через соцсети. За все эти годы волонтерское движение подарило радость почти 500 семьям. Проекты у нас в нашем городе – это коробка храбрости. Мы собираем игрушки для детей, которые находятся на лечении в отделении онкологии и психоневрологии. В нашей краевой больнице Нагущина 179. Также у нас есть проект для детей, который называется «Добрый торт». Это когда в день рождения детки от кондитеров получают красивые торты. Для мам мы делали проект «Мамины радости». В день рождения мамы мама приходила к нам в салон, и мы делали из нее самую красивую женщину в мире, чтобы она себя почувствовала не просто мамой особенного ребенка, а именно той самой красивой женщиной. На праздники в честь шестилетия клуба для детей организовали несколько тематических зон. Мальчикам понравилось рассматривать модели оружия, а вот девочки оценили аквагрим. Самой популярной раскраской помимо кошечки стал единорог. Это мифическое создание по имени Жора – символ добряков по всей России. В этом году он добрался и до Барнаула. Как тебе Барнаул? Мне просто великолепно. Я влюбился в этот город. Я буду здесь жить. А где будешь жить? На Радуге. Впервые в Барнаульском клубе добряков и коллеги из Олейска приехали не только поздравить, набраться опыта, но и поделиться своими историями. У нашего папы, получается, сейчас он ходит на протезах после СВО. Мы никаких сборов не вели для нашей семьи. Они просто общением своим помогали, что вот клуб добряков, ну все такие добрые. И насколько легче стало? Ну, очень. Без них, наверное, бы не справилась. Для семей организовали и праздничный концерт. Среди выступлений были не только танцы и песни, но и фокусы. Мало кто знает, что в этой книге может по щелчку пальца появиться точка. Эта точка превратится в нечто классное, а эта классная станет настоящей. Всего таких волонтерских отделений по России более полусотни. Движение помогает тяжелобольным детям с 2013 года. За это время на их лечение было собрано почти полтора миллиарда рублей. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.